Делаем в машине общий наркоз, отключаем питание Ключом на 10, ослабляем крему и снимаем её Далее надо снять декоративные накладки вдоль торпеды И окантовку стереосистемы Также остальные накладки Немецкий автомобиль оказался крепче, чем китайский нож Облицовка аудиосистемы крепится двумя болтиками с этой стороны И с этой Под маленькую крестовую отвертку После чего тоже легко снимается Чтобы снять даже не стереосистему Теленавигационную систему Надо открутить четыре болтика Раз, два, три, четыре И вот за эти зажимчики их поднять И выдернуть И так же с этой стороны Поднял, выдернул В руках оказывается вот такая система Дальше просто отсоединяем её и убираем Сразу скажу, чтобы вы не сломали Открываются они так Вот давятся вот на этот язычок И поворотом этого рычага Шлейф отключается от стереосистемы Дальше идёт черёд Накладок Стоек кузова Здесь есть надпись Airbag Если её отковырнуть Там Как ни странно не airbag Там болтик под торкс Его и надо будет Когда снимать будете Снимайте аккуратнее Потому что на самом деле СРС здесь есть Подушки безопасности С левой стороны И с правой стороны Насчёт бирочки Я, конечно, просто пошутил Вот крепление одно Которое втыкается Его надо будет отдёрнуть И оттуда Сюда её выдернуть Дальше идёт черёд Окантовки панели приборов Для этого откручиваем Три самореза В верхней части панели Они под торкс И два шурупа Шурупа-самореза Которые Снизу крепят Эту окантовку Верхний торкс Нижний Под отвертку Хрестообразную Снимаем их И снимаем панель Чтобы было всё это Удобнее делать Отодвигаем руль Максимально вниз И на себя Фиксируем В таком положении Здесь был один винт Здесь было два винта Я оговорился Потом снимаем штекеры От противотуманок Света И прочей лабуды Штекеры фиксируются Маленьким язычком На него надо нажать Если он свежий Если уже кто-то Расходил его до вас То он легко снимется Так просто Получается Четыре штекера Дальше переходим К креплению Непосредственно Панели приборов Винтами сверху Два торкса Опять придётся открутить После откручивания Двух этих винтов Панель приборов Довольно легко Подтягивается к рулю После чего Можно отсоединить Её электрические соединения Здесь три разъёма Они крепятся Аналогично Разъёмам Аудиосистемы С то лишь Только разницей Что Неудобно подобраться К ним Но отсоединяются Очень легко Разъёмы все Разные Поэтому в принципе Запоминать Что куда идёт Не обязательно Главное Потом не забыть Все их Закрепить С пассажирской стороны Снимаем Декоративную накладку Подушки безопасности Если не дай бог Она сработает Вот такая штука Должна была бы Полететь вам В лицо Но она не полетит Потому что Она очень крепко Закреплена Вот этими тросами Видно Что подушка На месте Как ни странно Настаёт Черёд Подушки Безопасности Её крепят Четыре гайки Глубоко Посаженные В недра Панели Но легко Откручиваются Вот таким Ключом Трубочкой Нарощенным Либо Шестигранником Либо торксом Таким образом Сдёргивается А вот таким Крутится дальше Хорошо будет Если у вас есть магнит Вот так Оп Оп И гайки в руках И не надо их потом Искать в бардачке Разъём подушки Находится тут же Вот эта планка Которая крепит Защитный чехол Настаёт момент Снимать весь АБИОС в нижней части Начнём вот с этой панельки Которая крепилась Вот так Она снимается На удивление просто Достаточно Её потянуть Руками сюда И она выходит Из пазиков Она выходит Вот из этих пазиков И оказывается У вас в руках Следующая панель Со стороны пассажира Это вот эта панель Закрывающая Боковину Бороды Здесь один шуруп Под крестовую отвертку И панель Просто сдвигается Вот так Вот у неё Защёлка раз Защёлка два Аккуратно Не сломайте её Укрепление бардачка Подеваем вот эту Клипсу отверткой И сдвигаем Стягиваем её Снимаем ограничитель Хода бардачка Клипс лучше вернуть На место Чтобы не потерять Аналогично снимается Клипса С левой стороны Внизу ослабляется Крепление Раз Крепление Два Достаточно ослабить Они подключены Десять И бардачок у вас в руках Именно в руках Потому что там ещё есть Кнопочка Вот она Её придётся отключать Разъём снимается Очень удобно Достаточно двумя пальцами Даже можно Не видя Разъёма Нажать на него И он выдернется С водительской стороны Начинаем с нижней накладки Которая закрывает Педали Верхнюю часть педалей Она крепится уже Саморезами везде Здесь всё видно Я даже объяснять не буду Просто откручиваем саморезы И оттягиваем накладку Из хитрости Здесь вот такие Пистоны Которые снимаются Поворотом И вот такой зажимчик Который надо будет Аккуратно снимать Оттянув накладку Мы увидим Диагностический разъём Который также снимается Нажатием на боковинки И вытягивания После всех манипуляций Вот эта накладка Осталась на одном Винте Который вот здесь Находится под заглушкой Ёперный театр Это разъём ОБД БМВ Я так не смог понять Как он Втаскивается Поэтому просто Снял вот эту клипсу И выдернул его Может так он На самом деле Открывается Но это накладка По аналогии Шуруп И сдвигается Вбок И снимается Продолжаю снимать С низ Торпеды Оставшиеся По ряду Болтики Винтики Я открутил Открутил Вот этот торцевой винт Он по аналогии Закрыт был Пластмассовой заглушкой Потом открутил Вот эту панельку Небольшую Двумя винтиками крепится Открутил Крепление Здесь Открутил Крепление Здесь Открутил Вот этот винтик Он Несколько отличается От других Чтобы не перепутать Он Под шестигранную Головку Открутил Оставшийся Шуруп С водительской стороны И аккуратно Выдернул Сю бороду Оказалось Легче Чем я думал Если я не ошибаюсь Верх панели Осталось Крепить Только вот этими Болтами Раз Винтик Еще И вот эти два И по аналогии С той стороны Болт под ключ На 13 Если все Сойдется То панель Сойдет Этим Сейчас я и займусь В отличие от дешевых автомобилей Где вот здесь вот Только Закрытие Или открытие Воздушного потока Здесь Регулируется Еще и Холодный Или горячий поток Регулируется Он вот этим Тросиком Тросик идет На корпус печки Крепится Вот здесь вот И его Прежде чем Снимать торпеду Надо снять Разумеется Как я и предполагал После всех этих операций Панель приборов Довольно легко Просто снялась Вот сюда Вытащилась Она Довольно тяжелая И Пористая Поэтому Шумоизоляция Очень хорошая В машине Помимо этого Немцы Не поскудились На вот такие Всякие прокладочки Которые Также В свою очередь Являются неплохими Шумоизоляторами Все Патрубки печки Уплотнены Пористой губкой Все сделано Очень качественно Одним словом В момент Когда уже силы Практически покинули У меня Попалась Сложная задачка Вернее Не сложная А с подвохом Вот здесь Воздуховод стоит Вот такой вот Надо было его снять Спереди Две клипсы Подобные Вот этой А вот сбоку Стоит ось Если не обратить На нее Внимание То можно ее Выломать Просто Когда будешь Снимать И потом Будет много Проблем Ось Подвижная И Отверткой Ее надо Задвинуть Максимально В ту сторону Потом Короб Можно будет Отодвинуть И аккуратно Выдернуть Засада В том Что Ну еще Одна засада Сзади Обычные Клипсы Защелки Придется Приложить Уфилие И не перестараться Чтобы не Отломить Подсознание Мне подсказывает Что уже Где-то Рядом Мы Вот эта Штучка Тоже Расконнектируется И Оси Вытаскиваются На корпус Вентилятора Три Защелки Лево Право Центр После того Как я хочу Вот здесь Вот снизу Еще Две Защелки Вот он Враг Государства Сломанный Вентилятор Слава богу Что я не купил Похожие От Газа Потому что Они совсем Не похожи Один разъем И три болта Сейчас сниму И посмотрим Что с ним не так Итак Что получилось Расскажу Моторчик Отцентровал Двухсторонним Скотчем Со вспененной Основой Который Где-то Миллиметр Толщиной В два слоя Положил По кругу Верхнее крепление Пришлось Высверлить Из старого Моторчика И прикрепить Просто Как скобу Которая Сжимает Движок Движок Вроде Немножко Ходит Но Ни за что Не задевает Провода Соединены Просто Красный К красному Серый К черному Надеюсь Что красный Даже у китайцев Это плюс Хотя здесь Можно Конечно Обмануться Так Это решение Я не пропагандирую Просто У меня нет Другого выхода На данный момент Машина нужна Каждый день И ставить Ее до Прихода Оригинальных Запчастей Нет никакой Возможности Тем более Что если Поставить Ее Вот вся Эта Куча Море Огромное Болтиков Которая Сейчас Разбросана У меня По всему Гаражу Просто Потеряется Все Как говорится Собираем В обратной Последовательности Но С горем Пополам Пошла Сборка Этот уже Короб Поставил Вот этот Поставил Про этот Короб Хочу что сказать Когда будете Нижние крепления Вон те Два Две Защелки Вставлять Обратите Внимание Они прогибаются Надо Короб Сначала Вот так Вставить Подоткнуть Защелки И потом Только Когда Вот эта Часть Того Короба Станет Ровно Уже Ставить На место И прищелкивать Ну вот здесь Видно будет Вот эта Защелка Она В этом месте Корпус Деформируется Надо будет Его выпрямить И Сунуть Ровно так Чтобы не было Щелей Иначе Оттуда Будет Сифонить Так Дальше Давайте Разделяться Я буду Собирать Салон А вы Будете Просматривать Видео В обратном Порядке Делая То же Самое Что и я Просто У меня Еще Видео Нету А потом Вместе Встретимся Чтобы Опробовать Как поведет С себя Китайский Моторчик От 41 Москвича На БМВ 525 Вообще Звучит Это страшно 41 Москвич Само По себе Страшное Название А еще И китайский А еще И все Вместе Это просто Какой-то Пиздец Пиздецов Так Не получилось Разделиться Нам Вот в чем Маленькая Загвоздка Панель Встает Нормально Но Стоит Обратить Внимание Что Вот там Под Панелью Шумоизоляция Подгинается Не забыть Ее Выпрямить Надо Сначала Крепить Ее В панель Стоит Вот на Эти Болты Большие Так как У них Самое Мощное Крепление Если Что-то Будет Панель Играть Как-то Не Вырвет Ничего Не Поломает Дальше Закрепив Эти Болты С обоих Сторон Выровняв Панель Можно Переходить К Вот этим Болтам Их Вид К К Вот Этим Шурупам Их Видно Они Как бы Крепятся К Железной Части Панели Если Приглядеться Их Сразу Заметно Они Отличаются От Других Потому Что Видно Что Они Крепят Вот Эту Часть К К К Железной Части В Принципе Конечно Если Смотреть В Обратном Порядке То Это Все Можно Уяснить Но Так Просто Легкие Подсказки Даю Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует